Всем привет! Мы находимся на Арбалет Кап СНГ и у нас интервью с Егором Аркеловым. Привет! Расскажи, Егор, пожалуйста, как вы вчера доехали? Чем занимались целый день? Я только знаю, вы приехали за один день. Чем занимались? Успели ли выспаться? Нормально, приехали, все отлично. Дорога выигрывается, хорошая. Довольно, нормально. Потом приехали в гостишку, поселились, в гостишке отдохнули чуть-чуть и поехали в кино. Пошли на фильм пипец. Рекомендую всем, очень серьезно. Ну и потом приехали по номерам и легли спать. Понятно. Ну и вернемся, у вас уже прошло три игры. Мы вернемся к первой. Что произошло в игре против египтян? Первая страна, по-моему, если не ошибаюсь... 12-3. 12-3. Это как бы считается за диффенсом. У вас сильная как бы страна, по сути. Но что произошло и почему вы проиграли? Ну да. Просто это первая игра, она всегда сложная. Не успели привыкнуть к компам. Но, тем не менее, у нас еще на тренировках были кое-какие проблемы с диффенсом. И, как показал этот матч, мы их не все исправили. Из-за этого такой счет. Очень много индивидуальных ошибок. И хелпа не очень. Хорошо. Что произошло в игре против АТИМ, казахской команды? Я видел, там Даня Зевс что-то дебошил, кричал на кого-то. Не, ну там ничего такого серьезного. Просто мы решили собраться после такого проигрыша. Получили ляпас и решили встать и идти дальше. А тут посреди игры такой небольшой казус произошел. Из-за этого Даня как бы взбесился. Ну что за казус? Но по итогу все нормально. Что произошло? Что за казус? Ну не важно, командный расклад. Понятно. Ну ты ж наверняка знаешь, я не сомневаюсь, что ты знаешь, что произошли изменения в команде United. Да, вот. Вот такая вот новость. Как ты относишься к этим изменениям? Считаешь, что это пошло на пользу команде? Будут ли у нее какие-то изменения в плане результатов на крупных турнирах? Ну я думаю, что однозначно пошел плюс. Однозначно пошел им плюс то, что они взяли Блейда. А вот зачем меняли Фина на Эдика? Для меня до сих пор стоит загадка. Понятно. То есть я думаю, будет нормальная резьба показать. Ну и, наверное, последний вопрос. Как ты относишься к такому формату проведения? Не формату, а формату определения карты, когда первые карты сначала вытягиваются капитанами команды? Не стандартно, как-то ново. По сути это не изменит ничего. Это просто такая система, которая даже при черканье тебе надо готовить 4 карты, чтобы быть уверенным в том, что ты будешь играть как минимум одну свою. Я понял. Хорошо, спасибо за интервьювание. Спасибо. Спасибо.